библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте приветствую вас на портале экзегет меня зовут дмитрий георгиевич добыкин и мы с вами продолжаем читать неканоническую книгу премудрости соломона мы уже прочитали 10 глав и сегодня 11 глава напомню как мы читаем эту книгу я прочитываю небольшой отрывок из головы потом его объясняю и переходим к следующему начнем с первых четырех стихов 11 головы она благоустроила дела их рукой святого пророка они прошли по необитаемой пустыне и на непроходимых местах поставили шатры противостали неприятелям и намстили врагам томились жажды и возвали к тебе и дана им была вода из увесистой скалы и утоление жажды из твердого камня эти стихи продолжают то что началось 10 главе понятно что она эта премудрость святой пророк это моисей людей кстати очень интересно понять вот кто эта премудрость если читать книгу исход и вообще в книге пятикнижия да и вообще ветхий завет где говорится о исходе евреев из египта то понятно кто вел евреев из египта моисей но на самом деле руководителем их был сам господь здесь же названа премудрость однако если более внимательно читать книги пятикнижия то он становится ясно что руководителем евреев пустыне был не только господь но тот кого священное писание ветхого завета называет ангел господень это очень интересная и непонятная личность которая хоть и называется ангелом однако действует как господь день называется богом принимает поклонение как богу его называют богом люди и этот ангел господень не противоречит им с точки зрения христианской экзегетики вот этот ангел господень который действует ветхом завете особенно в древних книгах ли в первых книгах ветхого завета это не существо с ангельской природой а то тот кого мы называем второе лицо пресвятой троицы далее говорится что евреи шли по необитаемой пустыне и в непроходимых местах ставили себе шатры здесь нужно понять следующее конечно когда автор говорит о необитаемой пустыне или непроходимой пустыне он использует такой литературный прием как гипербола то есть преувеличение понятно что это пустыня не была абсолютно безлюдной и естественно раз евреи по не шли то она была проходима история говорит о том что евреев в пустыне сталкивались с разными людьми они жили в разных местах но и здесь стоит сказать следующее что последнее время или даже может и не последнее время попадаются такие мемы что вот моисей 40 лет водил по пустыне что он там типа как притеча ивана сусанин или еще какие-то глупости давайте разберемся когда евреи странствовали по пустыне они не каждый день ходили с места на место представить то что они собрались день целый шли остановились поставили палатки переночевали опять пошли евреи не были туристами которые каждый день там переходят евреи прошли какое-то расстояние поставили стан и могли в в этом месте прожить несколько месяцев а может быть даже и лет пока господь не решает что и время нужно двигаться дальше тогда они уже отправляются в путь поэтому вот то небольшой там несколько сот километров от синая до границы бетонной земли евреи действительно могли там путешествовать 40 лет далее в третьем стихе говорится о том что евреи в пустыне воевали с врагами это действительно было так еще до того как они дошли до синая у них была война с народом который назывался амалекитяне причем очень жестокая война ну и четвертый стих рассказывает историю о том как господь дал евреям воды из скалы и вот здесь есть ну на такое можно сказать расхождение с библейской историей потому что в библейской истории когда евреи не имели воды они не взывали господу как сказано здесь они наоборот роптали но господь по молитве моисея и из жалости к евреям даровал эту воду почему автор отступает от такой историчности библейского повествования можно только предположить и предположение следующее для нас пустыня часто является образом достаточно отрицательным пустыня это там где нет людей где нет воды где опасно где нет ничего предназначенного для человека и более того и в самом священном писании встречать такие упоминания что пустыня это место обитания место обитания демонов или каких-то там злых существ ну или мы там вспоминаем когда господь после крещения отправился на 40 дней в пост в пост в пустыню и в конце этого поста к нему приступил дьявол то есть как бы пустыня место обитания дьявола но с другой стороны в священном писании пустыня является местом где обитает господь почему евреи странствуют во пустыне и во время этого странствования они максимальное число 1 и там максимально близко общаются с богом господь их кормит господь их вводит господь о них заботится господь дарует им воду то есть израиль предстоит господу и поэтому пустыня в писании приобретает образ места где бог и давайте вспомним последнюю книгу нового завета апокалипсис где сказано о жене которая родила младенца затем ей были даны крылья и с этими крыльями на этих крыльях точнее она улетела в пустыню в пустыню не вот как не физическую пустыню не некую географическое место а место максимальной близости с богом и поэтому автор рассказывая о странствах евреев по пустыне он как бы говорит что евреи находясь в пустыне были постоянно с господом у них чего-то не было они просили господа и господь им дара это даровал хорошо следующий отрывок он чуть побольше с 5 по 15 стих здесь говорится о наказаниях наказание египтян и спасение евреев от этих египтян ибо чем наказаны были враги их тем они находясь затруднений были облагодетельствованы вместо источника постоянной текущей реки с врагную кровью возмущенной в обличении где-то убийственного повеление поведения ты неожиданно дал им обильную воду показав тогда через жажду как ты наказал их противников ибо когда они были испытаемы подвергаясь прочим милость ему в разумлению тогда познали как мучились во гневе судимые нечестивые потому что ты их испытывал как отец получая а тех как гневный царь осуждая истязал и отсутствующие и присутствующие одинаково пострадали их постигла сугубая скорбь истинание их от воспоминания о прошедшем они когда услышали что через них наказание те были облагодетельственные познали господа кого они прежде как отверженного отреклись ругательством тому в последнем событию удивлялись потерпев неодинаковую с праведными жажду есть очень интересно построена рассказ идет противопоставление награды евреям и наказание египтянам и так сначала говорится о воде как бы мысль продолжается которая была высказана в четвертом стихе что бог евреям даровал воду когда они его попросили и мучили жаждой и вот для евреев дарование воды было награды а для египтян вода служила наказанием вместо того чтобы жить спокойно возле него это источник постоянно текущей реки это понятно что нил они получили поток поток кровавой реки которые обличал их за те грехи которые совершали египтяне истребляя еврейских младенцев вот здесь это идет такое противопоставление далее снова возвращается противопоставлению евреем бог дарует воду про египтян говорится о том что они наказаны и евреи могли понять как насколько сильно были наказаны египтяне потому что они страдали от жажды что имеется ввиду египтяне не могли пить воду которая текла в реке и в любых источниках потому что это была вода похожая на кровь экзегеты спорят что это было это была реальная кровь то есть вода изменила свою физическую структуру либо она была видом похожая на кровь там некоторые идеи выдвигаешь трассе или какие-то водоросли либо как под полик это химикат химикаты в воду но в любом случае вода была красная похожая на кровь ее пить было невозможно и вот евреи перед тем как бог им дал воду они испытали жажду потом бог дарует им воду а и испытав жажду и получив воду евреи могли понять насколько мучились египтяне которых бог наказывал за их нечестие далее говорится о том что он евреи когда страдали от жажды на самом деле они подвергались милость ему в разумлению чтобы понимали о том что происходило с египтянами мы понимали о том как господь судить нечестивых понятно что вот через это испытание через это вразумление евреи должны были прийти в понимание того как себя нужно вести суд бога над евреями и суд бога над египтянами был похож на то как действует отец это как действует гневный царь обратите внимание что бог здесь сравнивается с отцом здесь нужно это разобраться почему господь называется отцом в том числе и ветхом завете ну кто-то может сказать что ну отец потому что бог бог троечен есть бог отец и соответственно бог ветхого завета это бог отец ну это не совсем верно и речь идет здесь немножко другом давайте здесь разберемся потому что это очень важно и почему бога называем то отцом понятно что пресвятая троица была всегда и не было времени когда ее бы не было однако знание о том что бог троечен это новозаветное откровение или даже можем так знаете как сказать откровение которые люди получили после пятидесятницы до этого времени а тем более в ветхом завете люди верили что бог 11 только один единица и тайна троицы они база для них была закрыта но вот к богу они обращались как отец почему потому что в древнем мире считалось что отцовская любовь это самая большая любовь она больше чем материнская мать любит своих детей как как мать а вот отец может либо любить либо не любить но если он любит это очень важно и поэтому евреи называя бога отцом подчеркивали особую любовь бога к ним и естественно если бог это отец отец любит своих детей то конечно он может и должен их наказывать для исправления но за этим наказанием стоит не гнев не там ярость и желание отомстить настоящая любовь но это только по отношению к евреям а по отношению к египтянам бог выступал как гневный царь и вот там как раз звучит именно фраза о гневе и там нет тех отношений которые были между отцом и сыном понятно что когда мы используем выражение отец или гневный царь мы используем те образы которые называются антропопатизм и то есть приписывание богу человеческих черт но других слов просто нету чтобы описать как бог действовал по отношению к к людям читая эти строки может показаться что у бога евреи это некоторые любимчики вот в этом месте да действительно похоже но если будем дальше читать то мы увидим что господь любит всех одинаково причины такого гнева божьего по отношению к египтянам понятны они открываются в последних словах этого отрывка бог открыл себя египтянам но египтяне противились ему они отреклись от него с ругательствами и только после этого они наконец поняли кто такой господь значит в двенадцатом стихе упомянута отсутствующие присутствующие скорее всего речь идет о тех египтянах которые погибли в водах черного моря а отсутствующие это те которые остались живы в египте они одинаково пострадали те пострадали потонув в море а эти пострадали узнав об этом да из перенеся те испытания которые господь послал на египет снова автор возвращается воспоминая ту жажду которая была у евреев это была такая кратковременная и малая жажда и жажда которая была у египтян когда вода в ниле в источниках превратилась в кровь читаем дальше следующий отрывок это 16 стиха до 27 а за неразумные помышления их неправды по которым они в заблуждении служили бессловесным присмыкающимся и презренны чудовищем ты в наказании послал на них можно без бессловесных животных чтобы они познали что чем кто согрешает тем и наказывается ибо невозможно было бы для всемогущей руки твоей создавший мир из не обра необразного вещества наслать на них множество медведей или свирепых львов или неизвестных новосознанных лютых зверей или дышащих огненным дыханием или извергающий клубы дыма или бросающие из глаз ужасные искры которые не только повреждение могли истребить их но и ужасающим видом погубить да и без этого они могли погибнуть одного мгновения преследуем правосудиям и россию на духом силы твои но ты все расположил меру числом и весом его велика сила всегда присущи тебе а и кто противостанет силе мышцы твоей весь мир пред тобой как колебание чашки весов или как капля утренней росы исходящая на землю ты всех милуешь потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния ты любишь все существующие и ничем не внушаешься что сотворил ибо не создал бы если бы что ненавидел и как могло бы пребывать что-либо если бы ты не восхотел или как сохранилось бы то что не было призвано тобой но ты все щадишь потому что все твое душелюбивый господь давайте здесь разберемся здесь в начале звучит такие даже немножечко саркастические нотки автор рассказывает о том что бог чтобы показать ничтожность идолов посылает на египтян все те тех существ которым египтяне поклонялись наверное вы помните в учебниках по истории по моему шестой класс или пятый не помню сейчас история древнего мира достаточно большой раздел посвящен египту и вот там есть изображение египетских богов эти изображения египетских богов человеческое тело и на человеческом теле голова какого-нибудь голова какого-нибудь насекомого хотя нет насекомого не знаю птицы звери или или пресмыкающегося и вот автор говорит египтяне поклонялись пресмыкающимся и презренным чудовищем то есть животные которые не вызывают каких-то приятных чувств конечно любое существо которое создано богом она по-своему прекрасно но одно дело посмотреть на кошку или на собаку или там на льва даже и он вызывает так ну какой-то там приятные чувства там край красивый грациозный и другое дело посмотреть там на змею или на лягушку они тоже красивые по-своему но все-таки лягушка есть лягушкой там змея не змея и вот автор говорит что вот египтяне поклонялись таким вот мерзким существам и господь посылает наказание им через вот этих вот этих существ мы помним что на египет нападали в одной из казней лягушки потом да была там саранча были там всякие мошки были мухи то есть ну какие-то существа неприятные а вы поклонялись им вот вам и наказание однако египтяне там поклонялись каким-то львам шакалом кошкам и так далее но господь не стал этих существ посылать он не стал создавать каких-то неизвестных неизвестных животных которые могли бы их уничтожить обратите внимание что здесь автор говорит о создателе мира как создавший мир из не образного вещества значит это отсылка явно ко второму стиху книги бытия где говорится что земля была без видно и пуста без видно и пуста вот слово которое употребляется в тексте без видно то есть не имеющие вида это не то что там ничего не видно было а не было никаких образов не было никаких предметов и здесь тоже самое было вещество которое не имела никакого вида и вот из этого вещества господь создает создает предметы создает существа создает предметы это вообще весь мир здесь не говорится о создании из ничего автор обращается все-таки кто и аудитории для которой понятия сотворение мира из ничего было слишком радикальным для тех людей было более естественно воспринимать так было какое-то первое вещество из этого первого вещества первого вещества был создан весь этот мир вот здесь вот этот не образное не образного вещества вот господь мог создать каких-то существ которые должны были истребить египтян но это он не делает да дальше автор вообще говорит да зачем но богу было что-то создавать каких-то чудовищ он мог просто дунуть на этих египтян и они просто исчезли бы но господь действует используя как выразился автор меры часом и весом здесь автор хотел сказать что бог использует естественную природу для того чтобы совершать свои деяния то есть не такие вот чудеса новосозданные а бог вмешивается в ход природы и что-то что-то происходит и действительно если мы обратимся ко многим чудесам которые описаны ветхом завете то это действительно чудеса которые связаны с природой моисей подходит к красному морю бьет жезлом начинает дуть ветер и этот ветер дует целую ночь и отгоняет воду в мультфильмах фильмах часто такая картина моисей подходит бьет жезлом и вода тут же расступается нет это было вот такое эффектное чудо но бог поступает более мягко дует ветер и он гоняет воду евреи странствуют по пустыне они голодают бог может им там послать просто куски мяса с неба но нет прилетает перепела конечно господь совершает такие необычные чудеса как например дарование маны или там вода из скалы но чаще всего господь использует конечно природу автор дальше восхищается силою божий и тем что господь никто не может господь никто не может противостоять он сравнивает мир с чашечкой весов вот ну вы представляете такие аптечные весы то есть две чашечки на которых коромыслицы висят и вот когда дунешь даже на одну чашку на это начнет перевешиваться то есть вот настолько настолько они хрупкие однако господь несмотря на свое всемогущество он еще и милостивый здесь автор говорит что господь милостивый не потому что он не может наказать наоборот бог может любого человека наказать но он настолько силен что он может и простить и господь покрывает грехи людей ради покаяния покрывания грехов это не очищение грехов это как будто знаете как у человека там рана и чтобы скрыть эту рану кладут повязку здесь тоже самое покрываешь грехи людей ради покаяния дальше говорится о том что бог любит все существующие в данном случае автор говорит скорее не об во всем мире а конкретно о людях господь любит всех весь мир который он сотворил особенно людей потому что именно после творения человека господь сказал хорошо весьма бог не гнушается человека почему бог может гнушаться человек потому что это бог и человек бог честь свят праведен а человек грешен нечист неправеден бог знал что будет человеком но несмотря на это он все равно сотворил его и то что мир существует по сей день это забота забота господа если бы господь не захотел чтобы мир существовал бы мир бы не существовал бы исчез бы но господь сохраняет то что он создал и сохраняет щадит ее почему потому что здесь сказано что господь души любивый в данном случае души любивый означает бог любит людей любит живых людей слова душа мы можем понимать как что-то отдельное человека можем понимать просто как жизнь чаще всего понимает священное писание под словом душа душа как жизнь то есть бог любит людей мы с вами прочитали 11 главу книги премудрости соломона меня зовут дмитрий добыкин и мы были с вами на библейском портале x get спасибо за внимание